ребята всем привет а сейчас мы приехали в магазин у нас называется строй континентом и здесь вообще строй селис хоз торг называется мы здесь строительная раньше все покупали строительные материалы и здесь еще у нас с этой стороны продают посуду и в разные товары для дома в общем помните я говорил о последнем влоге что у мамы скоро день рождения и позвонила сегодня спрашиваю что надо она говорит ничего не надо ничего не покупайте у нас все есть я говорю как мама почему надо же срок праздник день рождения надо все равно что-то купить давай груду мой она думала думала потом такая говорит вот часы у них сломались не идут настенные говорит вот если только их подарить это нормально а так больше ничего не покупай вообще ничего не надо не тратить деньги ну ладно сейчас поедем посмотрим так что мы приехали посмотрим мне кажется здесь были часы куда-то настенные идем смотреть вроде бы говорят часы нельзя дарить но мне кажется все суеверие так что идем идем выбирать часы и сегодня в другой другой кепки у этой кепки такой же вот этот козырек как у той кепки про ту кепку писали что большой козырек они совершенно одинаковая просто там белая докажется что больше все сходили купили часы подарок готов я получила посылочку первый раз делала заказ в интернет магазине тики текс там огромное количество разного товара для женщин для мужчин для детей для дома разные постельные принадлежности шторы пледы вообще очень много и цены разные от низких до высоких в общем до любой кошелек давайте вместе откроем я покажу вам что я выбрала интернет-магазина отправляет свои товары по россии в белоруссию отправляют и в казахстан доставка есть почта россии вот у меня почта россии а есть дек и есть курьером в этом интернет-магазине есть тапочки девочки помните у меня были проблемы с тапочками этого но никак выбрать и я заказала сразу две пары надеюсь они мне подойдут у меня нога знаете такая нормально но ближе к узкой и постоянно проблемы с тапочками вот эти вот подороже тапочки у меня наподобие таких были черные когда-то кто смотрел мои влоги наверно помнит и вот такие вот размера вот это вот у меня написано 38-39 есть значит 36-37 и 40-41 я не стала 40-41 заказывают друг друг большие а если будут маленькие то у меня есть кому отдать маме отдам по полочкам все вот эти вот вообще очень-очень легкие тапочки беленькие и здесь такая надпись вот эти какие миленькие на кондиционер работают по размеру хорошо не маленькие отлично и эти уже эти такие можно сказать теплые они с помпоном здесь вот такой помпон мех напоминает кролика коричневые очень хорошенькие здесь вот уже конечно меньше по подошве вижу что до подошва уже надо сказать да и эти точно мне хорошо будут да как раз как раз мои хорошие вообще супер вот эти конечно подороже 9000 чем-то были дальше расцветка мне нравится красивая это длинное платье но прям легко примерно где-то до середины икры это платье из вискозы если она мне подойдет и понравится то я его хочу надеть на последний звонок или на выпускной кириллу посмотрим как бы это платье на выход ой какая приятная ткань девочки так у меня расцветка коричнево-белая есть там серо-белая черно-белая еще какая-то есть разные расцветки я выбрала 50 размер чтобы уж наверняка я там смотрела размерную сетку и там в талии мне кажется было указано 80 80 с чем-то у 50 размера и я выбрала побольше девочки посмотрите ну не знаю мне нравится даже знаете такой красивый цвет не коричневый даже а кофе с молоком очень красивый цвет рукава рукав фонарик здесь на манжете завязываются рукава бантик нужно сделать здесь у нас талия видите здесь вставочка такая наталии она притали на нужно смотреть обязательно чтоб талия ваша подошла в размерной сетке здесь еще сборочки наталии и здесь у нас разрез до небольшой разрез это как получатся спереди до длинная подкладка есть да посмотрите и подкладка очень очень хорошо не будет ничего просвечивать будет комфортно ничего не будете думать что там видно у вас не видно нижнее белье вот это в общем все больше ничего не заказывала платье конечно ну такое не дешевая девочки но это вискоза сто процентов сделано в россии сто процентов вискоза размер 50 давайте я вам покажу да вот так вот надеюсь видно сто процентов вискоза материал немножко напоминает шелк до чуть-чуть вот издалека напоминает материал шелк все сейчас будет примерка девочки я его надела она мне очень хорошо по размеру и в груди и на талии наталии даже где-то примерно у меня два сантиметра есть запасе но лучше конечно не полнеть так покажу вам разрезе к вот он я его даже не отпаривала и так более-менее нормально мы сейчас его в шкаф мне надо убрать его будет и там все равно изомнется так что когда когда куда-нибудь пойду тогда его парю а так посмотрите какая красота на бантики сама на себе по-разному завязала очень красивый естественно нужно какой-то макияж поярче в это время когда это платье надеваешь но и волосы я хочу окрасить потемнее цвет а тоже будет здорово смотреться ну и блондинка мне кажется и брюне брюнеткам это платье подойдет очень красивая мне понравилось пишите девочки обязательно как вам туфли вот так на каблучке надеть лодочки видите по размеру нормально все как раз но они еще немножко туда протолкнется ножка разносятся такие вот пушистые тапочки это вот коричневые других расцветок не было к сожалению вот таких тапочек и вот беленькие надела эти мне кажется немножко побольше просто растягиваются хорошо так тоже по размеру они очень хорошо такие милые светленькие супер я очень очень довольна заказом ссылочки оставлю под видео на все вещи ссылки оставлю под видео на интернет мы сейчас будем готовить нарезали печень но у нас была заморожена немножко потаил а сейчас нарезали думаем с чем сегодня приготовить печень а решили мы с макарошками печень будем сегодня кушать макарошки у нас остались еще будем готовить в мультиварке помогает не сын сегодня сейчас доводим добавлять муку и обжаривать обжарим Обжарим сначала немножко, потом в лук добавим, специи, соль. И потом, может быть, потушим. Перемешиваем. Потом добавим специи тоже. Немного лука, перец, соль, приправы. Лук последний у нас закончился, надо покупать срочно. Ужаривается быстро печень. Мало становится ее. Немножко этого, немножко этого, немножко этого. Сол чуть-чуть. Ну, пахнет уже вкусно. Мы сейчас будем добавлять водичку, сметану. Вот тут достали водичку со сметаной и будем тушить. Еще немножко потушим. Минут 15. В общей сложности, ну, 20-30 будем готовить. Еще водички. Мне кажется, надо еще немножко добавить. Чуть-чуть еще. Еще добавим. Чтоб покрыть немного. Чуть-чуть. Много не наливай. Ага, хватит, хватит, мне кажется. Все. Эту сметану туда до конца. Во. И здесь новую открыли. Любишь, как ты видела, сына. Все. Теперь лопаточкой размешивай. Все, сейчас закроем, пусть потушится. Все, печень мы выключили. Готово. Здесь у нас макарошки, рожки-макарошки. Это Юра много готовила, у него остались. Все, ужин у нас готов. Еще тут огурчик был остался, я его нарезала. Сейчас будем садиться все ужинать. Я себе тут тоже немножко положила в тарелочку. И Юра там себе большую тарелку положил. Дети сейчас придут и будем все ужинать. Кому надо, может быть, кетчуп достанут для макарошек. Ладно, все. Всем приятного аппетита. Печень, кстати, очень вкусная получилась. Сейчас попробовали. М-м-м, вообще вкуснятина. Нежная такая, сочная. И немножко как, и вроде как и тушеная, и вроде как немножко поджаренная. Ребята, мы приехали к врачу, к детскому. Травматолог-ортопед. Из Кургана. Кандидат медицинских наут. Внимочек, раздевайся. Вадимку привела на прием. Снимок много сделали. Пришли на прием. Хороший врач. Сейчас в эту расскажу. Все, уже выходим, сходили. У нас приезжал, он из Кургана врач. Вон, да, да. Он из Кургана врач. Хороший. Нам тоже его рекомендовали много раз. И он работает в центре Елизарова. Очень такой хороший специалист. Именно по ногам нам его тоже рекомендовали. И нам назначили стельки. Стельки ортопедические. По размеру. Размер в размер. Обувь не надо, говорит. Специальные стельки по ноге делать. Тоже не надо. Потому что у него все время ножка растет. Через каждые там 4 месяца. Так что вот стельки. Это я сегодня снимаю. Для тех, кто мне бывает, пишет иногда, что Ой, Лена, ты вот не видишь ножки у Вадима. Там надо лечить. Ой, Лена, ты там дома сегодня. Девочки мои хорошие. Говоришь, что же я за мать? Я же все знаю. Все знаю, какие у нас есть болезни. Просто я не снимаю, когда мы ходим, когда-то снимки вот делали. Я тоже ничего не снимаю. Да, то садись с ним. Сегодня решила просто показать, чтобы мне не говорили, что я делюсь у своего ребенка. Мы сейчас приехали к маме. У меня Кирилл сюда уже пришел. А сегодня Пасха. Всех поздравляю с этим праздником. Поздравляю. Мы пошли к маме, говорит, приезжайте. Приезжайте, к млечи. Млечи, поесть яйца. Пойдемте. Христос воскрес. Вы истинно воскрес. Вот так вот. Берите все по яйцу. Мама сделала кулич, но я говорила, у нее нет формы. Она вот как пирог делает. И он так пропекается у нее хорошо. Ну, ей так больше нравится. Она говорит, да. А булочки мама тоже делала? Да. А этот не сильно сладкий, а булочки сладшие? Ну, это... Христос воскрес. Замазана сладким шоколадкой. А, шоколадку растопила, шоколадку. А, у тебя вязала давно. А? Что это лежало давно? Да. Ты ее растопила, а ты его пробуешь. Как она получилась-то? Ты что, уже почти доедаешь? Вперед нашел и пришел бы. Я тоже потом сяду сюда. Мама, соль у тебя где? Соль. Я бы не пришел. Вот, соль. Это, Юра? Свой аназон можно. А, тебе? Рис еще с мясом мы приготовили. У меня уже убежал. Я сейчас читаю, что тут у нас, какие рекомендации. Массаж это понятно. Занятие физкультуры. Это специальная спецгруппа. ЛФК. У нас есть ЛФК. Тоже ходили. Стельки. Электростимуляцию. Мы тоже ее делали. Делали все. Ну, мы все это делаем. У нас дома. У этой гальки есть. Гальки в тазик мы кладем. У Валенка ходит постоянно. На физкультуру, на физкультуру. ЛФК, наверное, вот сейчас май пройдет. И запишется, и пойдет. Кирилл тоже. Кирилл тоже на прием. Сам бизнес пойдет. Тоже записан. Бизнес пойдет. Один он ходит сейчас везде. Ну, это так проверится. У Кирилла тоже ничего не поменяется. У Валенки-то сказали, пока он еще не совсем большой, то можно улучшить состояние ножек. Ну, я имею в виду вот это вот плоскостопие уменьшить. Можно, если постоянно вот этой физкультурой заниматься. Так что вот. Все мы делаем. Занимаемся. У нас ортопед есть, который в нашем городе. Мы тоже постоянно к нему ходим. Два раза в год примерно где-то у нас получаются. И эти. Ходим на процедуру. Вот эта вот электростимуляция. Это мы ходим, лечим. Обувь надо, чтобы сзади... Вот мы сейчас купили правильно. У нас там вставка кожаная. Вот последняя, которая показывала обувь. Обувь любую. Но надо, чтобы вставка кожаная была, где пяточка. Вот сбоку там боковушка обязательно твердая. Твердая кожаная вставка была. В каждой обуви. Чтобы ножка не подворачивалась. Ну и стельки. Сейчас будем покупать. Стельки будем покупать. Аптеки у нас посмотрим. Может быть найдем. У нас размер 36 или 37. Сейчас выберем. Все, мы уже съездили в аптеку. Там очень хороший фармацевт дал нам. Открыл коробочку. Дал примерить к ножке. И разрешил в кроссовок вставить. В общем, самый маленький как раз 36 у них продажа. Мы несколько аптек съездили. Только вот в одной нашли. Как раз 36 размера. 36 размер взяли. Так-то нам, по идее, надо двое было. Чтобы вот в которых он ходит. И в школе у него вторая. Да, вторая обувь туда. Положить туда еще стелечку. Пока нет. Но мы заказали. Должны привезти. Я туда потом. Вадимка отнесет туда и туда поставит еще. Чтобы там и там. Стелечка верхний слой. Натуральная кожа. Сейчас покажу. Дома покажу. С натуральной кожей. Здорово. А мы сейчас Юре надо съездить в гараж. Я, наверное, с ним съезжу. И завтра я записалась, кстати, на окрашивание. На окрашивание. Вообще не могу на себя смотреть. Волосы, когда светлые. Видите, светлые. Я какая-то как серая мышка, мне кажется. Вот я недавно окрашивала волосы, значит, не очень краска хорошая была. Помните, я последний раз окрашивала в новой парикмахерской. Не понравилась краска, потому что все, все, все смылось. Все, что она красила, все смылось. А в той парикмахерской смывается как-то, но не так. Прямо раз за полмесяца все смылось. Там, где я окрашивала раньше, окрашивала матрикс краской. Надеюсь, она есть в наличии. Я завтра записалась. Немножко, может быть, подстригу кончики там сзади. Или сечку там снимут. Хочу челку, девочки. Помните, я вот косую челку носила. Вот так закрыть хоть по лба. Очень хочу. Но не знаю. Не знаю. Мне же потом начнут будут писать, что, Лена, зачем тебе без челки лучше? Некоторые пишут, с челкой лучше. Некоторые без челки. Но я вот как на себя смотрю с челкой. Да, пусть она там неровная. Как-то бывает, что стригут у нас не очень тоже. Но я сама себе с челкой больше нравлюсь. Мне кажется, что я моложе. Когда я с челкой. Мне кажется, все, кто с челкой ходит, все моложе смотрятся. Так что, не знаю. Пишите по поводу челки. У меня косая была челка. Только вот с этого угла. Вот так вот вырезано было. Я ходила и очень нравилась. Это челка моя. Где же она? Тут челка, не челка. О, длинная. Да, это челка у меня уже. Видите, как отросла. Если стричь ее, то будет очень жалко, наверное. Сегодня платок надела ветер в разные стороны. Да я вообще то кепку надену, то платок, то билет, чтобы не видно было мои волосы. Ну вот не могу я с такими волосами ходить. Вот я сама себе не нравлюсь. Кажется, что вообще этот цвет волос старит. Меня молодит черный цвет. У некоторых он старит, но у меня вот наоборот. Я не буду в черный цвет, в какой-то темно-каштановый. А вот такой какой-нибудь цвет. Чтобы был немножко какой-то коричневый в этот цвет. Чтобы с холодным оттенком был. Мне хорошо с темными волосами. Юра пошел переодеваться. Мы сейчас вон с нами ездил. К маме заходил. Ну, как бы одет, нормально был. В добром. А сейчас пошел переодеваться. В раз гараж ему надо. Нам надо шланг найти в гараже. Вот насосом. Один шланг у папы моего в гараже. Один шланг где-то у нас. Надо садить редиску. Будет садить редиску. Вот у папы нет здоровья. Мама не разрешает. Ну, так вот я имею в виду. Ничего делать-то. Еще как бы не лечился толком. И мама особо не разрешает. Говорит, что ладно, немножко хоть, может быть, что-то там редиску или что-то посадить надо. Хотя, он говорит, так уже опоздали. Все уже посадили. Мама говорит, ничего не опоздали. Нормально. Посадим. Все равно мы в том году два раза садили. Юра идет два раза садили. Редиску съели. Потом все посадили. Так, вот такие вот мы стельки купили. Комфорт. Мягкие комфорт ортопедические. У Кирилла немножко другие. У него пожестче. И чуть-чуть помягче. Ну, ладно, пусть привыкает. К таким потом пожестче можно будет купить. И вот здесь вот указано прямо, что верхний слой. Вот материал верха. Натуральная кожа. Натуральная кожа. Даже мне они очень сильно понравились. Я имею в виду, даже себе такие захотела. С этой, с кожей. Сверху. Аккуратненькие такие. Как раз сейчас померили нормально. Ему в обувь. Вот еще одни заказали. Придут. Должны позвонить. Хорошенькие. Приятные на ощупь. Должны позвонить. Готови. Продолжение следует...